Пасхи до Пасхи Мы с вами говорили, что на 4-м Вселенском Соборе было осуждено нестарианство и монофизитство, но эти ереси далеко не были побеждены сразу же после Собора. Напротив, значительные области Византийской империи продолжали находиться под серьезным влиянием прежде всего монофизитов. И православные императоры с большим или меньшим успехом, даже идя на какие-то компромиссы с монофизитами, пытались восстановить мир в церкви. Но, в общем-то, ощутимых результатов это не давало. И вот один из величайших императоров византийских, святой Юстиниан Великий, решил тоже подвязаться на этом поприще установления мира церковного и победы над этими двумя ересями. Действительно, святой Юстиниан Великий известен в том числе и своим учением о симфонии священства и царства, на которой, пожалуй, стоит также остановиться. Концепт симфонии раскрывается Юстинианом в преамбуле к шестой новелле. Эта преамбула начинается с важного тезиса о том, что людям даны два величайших божественных дара – священство и царство. Ну, имеется в виду православному народу, римлянам, то есть византийцам, каждый из которых обустраивает человеческую жизнь. Получившие эти дары, люди, естественно, являются православными христианами и составляют государство. Другими словами, составляют видимое тело церкви, которое одновременно является христианским народом во главе с исповедующей истинной верою властью, то есть императором. Вообще, в преамбуле ни разу не употребляется слово «экклесия», и это не случайно. Обустройство православного народа священники и цари осуществляют по-разному. Первые, то есть священники, служа делам божественным, небесным, а вторые – начальству и наблюдая за человеческими делами, под которыми подразумевается благоустроение христианской политеи, то есть земной церкви. Благая гармония, симфония, тис агафи, способная обеспечить всевозможные блага человеческому роду, однако не зависит от взаимоотношений священников и царей между собою. «Наступает она в случае должного служения тех и других, если первое будет совершенно благоукоризненным и удостоится у Бога благорасположения, а второе будет по справедливости и подобающим образом обустраивать порученное ему государство», – писал святой Истиньян. Вообще, если можно говорить о некой коммуникации между священством и царством, то она состоит не в отношениях, подразумевающих взаимовлияние или даже взаимообщение, а именно о молитве священников о царях и заботе царей о чистоте иереев. Важным является вопрос о том, в чем именно состоят обязанности священников и царей перед Богом. Так вот, согласно преамбуле, цари должны управлять веренным им православным государством, заботиться о чести священников, осуществлять попечение о соблюдении догматов и канонов. Роль императора в установлении гармонии между временными и вечными весьма велика, и его право или, скорее, обязанность, по мнению Истиньяна, следить за церковью. Священство же использует исключительно духовное оружие, обязанность священников дерзновенно молиться к Богу, оперируя божественной властью прощать грехи и, конечно же, совершать таинство. Также в рамках церковной компетенции остается разрешение вопросов, связанных с вероучением, которые передали апостолы и истолковали святые отцы, и внутреннее церковное управление. Но власть священства не имеет никакого правового выражения, издание законов – прерогатива императорской власти. Соборные постановления не имеют юридической и обязательной силы в империи и становятся законодательными актами только вследствие указов императора. Именно поэтому все постановления вселенских соборов закреплялись впоследствии специальными указами императоров. Так же, впрочем, как императорские постановления могут войти в каноническое право церкви только после их утверждения соборным разумом носителей апостольского преемства. И вот, сформулировав такое учение, Юстиниан следовал ему в своей жизни, причем ревностно. Главной своей обязанностью император и считал попечение о сохранении и распространении православной веры. Именно он и созвал Пятый Вселенский собор, который завершил, можно сказать, повестку Халкидонского собора, осудив основателей ереси нестарианства Федора Мапсуэцкого и нестарианские сочинения епископов Феодорита и Ивы. Заботясь о православной миссии, святой Юстиниан посылал в разные места епископов, в том числе, например, в Малую Азию, епископа Иоанна, который крестил более 70 тысяч язычников. Император был великим ревнителем православного богослужения, он построил величественный храм Святой Софии, издал постановления о чтении евхаристических молитв вслух, законы о обязательно повсеместном праздновании главных церковных дат. Подвязался он и в личной жизни, проводя великий пост в суровом воздержании и молитве, не употребляя даже хлеба, но довольствуясь овощами и водой. Супруга императора Юстиниана, святая благоверная императрица Феодора, тоже помогала своему венциносному супругу, и биография ее весьма необычна. В юности она была актрисой и даже торговала своим телом. Вступив в брак с императором Юстинианом, однако она стала ему верной женой и помощницей в управлении государством. Благодаря Феодоре в Византии появились законы, охраняющие и соблюдающие, если можно так сказать, современным языком права женщин и карающие соблазнителей. Все столичные дома терпимости были закрыты, а их обитательницы отправлены для исправления и раскаяния в монастыри. Феодора, будучи сторонницей халкидонской веры, тем не менее притворно покровительствовал монофизитам. Таким образом, они со святым Юстинианом составляли двоицу, один из которых Юстиниан, из членов этой двоицы, использовал кнут для борьбы с монофизитами. А святая Феодора, наоборот, старалась ласками и уговорами склонить монофизитов на православную сторону. Противники 4-го Вселенского собора, прежде всего монофизиты, указывали, что его орос ничего не говорил о страданиях Бога Слова по плоти. Это учение, которое можно назвать теопасхизмом, а слово «теос», «бог» и «пасху», «страдать», было очень важным для правильного понимания халкидонской формулы и вообще учения о Боговоплощении. Святитель Кирилл Александрийский был строгим сторонником теопасхизма. Он готов был анфиматствовать всякого, кто не исповедует Слово Божие пострадавшим плотью и распятым плотью и смерть кусившим плотью. Но на основании вот такого умолчания монофизиты считали православных противниками святителя Кирилла. Это обстоятельство, конечно же, в первую очередь привлекло внимание святого императора Юстиниана Великого, который решил побороть его с помощью литургики. Он сочинил песнопение «Молитву. Единородный сыне и Слове Божий бессмертенцы». И это песнопение, которое четко и ясно выражало православное учение о теопасхизме, о страдании Бога плотью, теперь поется на каждой православной литургии. Также учение о теопасхизме было подтверждено Пятым Вселенским Собором. Но главная проблема, как я уже говорил, была связана с осуждением тех нестариан, которые не были осуждены на Четвертом Вселенском Соборе. И вот в 544 году император Юстиниан издал эдикт, в котором посмертно осуждался епископ Феодор Мапсуистийский. Это был учитель неистория и все его труды еретические. А также осуждались тексты Блаженного Феодорита Кирского и письмо епископа Ивы Эдескова, где восхвалялся епископ Феодор Мапсуистийский. Как известно, и я вам говорил об этом, Четвертый Вселенский Собор принял в церковное общение Блаженного Феодорита Кирского и епископа Ивы Эдескова, после того, как они предали неисторию анафеме. Но, тем не менее, монофизиты считали, что принятие этих епископов в общение означает признание их трудов нестарианских. И таким образом, вот эта тень нестарианства, с их точки зрения, конечно же, падала и на Халкидонский Собор. Именно поэтому святой Юстиниан и издал данный эдикт. Однако реакция на этот эдикт была неоднозначной, прежде всего со стороны Запада. Потому что римские папы считали, что нельзя предавать анафеме посмертно. И вот в Страстную Субботу, 11 апреля 548 года, находящийся в Константинополе в это время римский папа Вигилии, издает суждение, документ, который все-таки осудил три главы. Но, тем не менее, он встретился с сопротивлением многих западных криликов, в том числе и сопровождавших его собственных диаконов. Так, диакон Рустик, племянник папы, отказался служить ему, распространяя вместе с другим диаконом, Севастьяном, письма против своего дяди. И хотя после Вселенского Собора Рустик будет сослан, он не прекратил эту борьбу и, в общем-то, написал несколько трудов, полемизирующих с решением Собора. Поэтому вот ситуация была весьма и весьма непростой. И, конечно же, созвание Вселенского Собора было необходимым. Что касается документов, актов Пятого Вселенского Собора, который был созван в 553 году. К сожалению, от их греческого подлинника остались только фрагменты. Полностью сохранился только латинский перевод. Этот перевод делался сразу же после Собора, для того, чтобы западные христиане тоже могли ознакомиться с его решениями. Но, тем не менее, нельзя сказать с достоверностью, чтобы все решения Собора Пятого Вселенского были четко и однозначно отражены в этом латинском переводе. Об этом я еще и скажу впоследствии, что с этим связана некоторая проблема с осуждением оригинизма на Пятом Вселенском Соборе. Но, однако, из тех деяний, которые сохранились, все-таки можно узнать о том, что Папа Вигилий отказался под влиянием, возможно, своего племянника, о котором я уже говорил, Рустика, от осуждения трех глав и отказался присутствовать на Соборе. Тем не менее, все-таки впоследствии он согласился с решениями Пятого Вселенского Собора. Итак, отцы Пятого Вселенского Собора составили свое постановление о вере в форме тезисов. И три из этих тезисов посвящены анафематствованию основателям нестарианства Федора Мапсуистийского и сочинений Феодорита Кирского и Ива Эдесского, о которых я уже упоминал. Федор Мапсуистийский осуждается за нестарианские мнения о том, что на земле вместо Бога Слова жил простой человек Христос, который был обуреваем страстями душевными и вожделениями плотскими. Вот на это я тоже хотел бы обратить свое внимание, что Пятый Вселенский Собор очень жестко осудил мнение о том, что Господь воспринял какую-то греховную природу, которую потом восстановил в себе постепенно и сделал ее безгрешной. Вот это мнение, которое, к сожалению, сейчас можно встретить иногда, принадлежит первоначально учителю Нестория, и оно было осуждено на Пятом Вселенском Соборе как мнение еретическое. И Пятый Вселенский Собор таким образом провозгласил, естественно, полностью согласно и со священным писанием учения, что Господь воспринял абсолютно безгрешную природу человеческую во всей ее полноте, но безгрешную. И именно этим он все же отличается от нас с вами, потому что мы имеем греховную природу, а Христос воспринял природу безгрешную. Еще один вопрос, на который необходимо обратить наше внимание, это вопрос, связанный с осуждением оригена и оригенизма. Опять же, инициатором в этом вопросе стал святой Юстиньян Великий, который выпустил эдикт за 10 лет до созыва Вселенского Собора, осуждающий оригенизм. Ну вот, в частности, святой Юстиньян писал, что ориген дерзнул высказывать богохульство на самую святую Троицу, будто отец больше сына, сын больше святого духа, а святой дух больше других духов. Он прибавил к своему нечестию еще следующее, говоря, что ни сын не может видеть отца, ни святой дух сына, и что сын и святой дух суть твари, что мы по отношению к сыну тоже сын по отношению к отцу. Ну, то есть, субординационализм осуждается. Ориген чудовищно утверждает, что сама сила Божия ограничена, его баснословие принадлежит и то мнение, что все роды и виды совечны Богу, и что разумные существа, которые согрешили и вследствие того лишили своего прежнего состояния, по мере своих грехов для наказания вергаются в тела. Такое платоническое влияние, конечно же, здесь прослеживается на Оригена. А очистившись, опять вводятся прежние состояния, совершенно освободившись от зла и от тел. И опять во второй, третий и больше раз они в наказание вергаются в различные тела. Действительно, последователи Оригена утверждали даже о переселении душ. И он предполагает, что существовали и различные миры, прошедшие и имеющие быть. То есть Ориген учил о том, что Бог творец по природе, и поэтому он творит бесчисленные вселенные, бесчисленные миры. Ну и самое, пожалуй, известное из учения Оригена, учения о всеобщем восстановлении, апокатастасис, о всеобщем спасении всех людей и даже бесов, это учение тоже было осуждено в этом эдикте. И данный эдикт рассматривали на поместном соборе, и он был принят епископатом. Что же касается Вселенского собора, то в 11-м анафематизме этого собора говорится, «Если кто не анафематствует Ария, Евноя, Македомия, Аполлинария, Нестория, Евтихия и Оригена с их нечестивыми писаниями и всех мутствующих подобным уж упомянутым еретикам, таковой да будет анафема». Кроме того, в материалах уже следующего, 6-го Вселенского собора также говорится, «Наш святой Вселенский собор отвергнул заблуждение нечестия от прежних времен доселе и неуклонно следуя по прямому пути святых и славных отцов, во всем благочестиво присоединился голоса пяти святых и вселенских соборов». Кроме того, он присоединился к деяниям Пятого Вселенского собора, отдельно выделяется, собранного здесь против Федорова Мапсуэцкого, Оригена, Дидима и Евагрия. А вот что пишет святитель Фотий Константинопольский в своем послании о семи соборах. Он пишет, что святой Вселенский Пятый собор осудил и анафематствовал Оригена, Дидима и Евагрия, древних мужей, больных неверием, пытавшихся привнести в Церковь Божию эллинскую мифологию. Они ложно учили о том, что души были прежде тела, и что одна душа в многие тела переодевается. Учение скверное и презренное, и проповедовали конец бесконечной муки, что есть призвание ко всякому греху и к погибели. Мечтали, что лукавым бесом снова даровано будет им первое достоинство, восхождение в вышнюю славу, от которых они пали. Еще же они говорили, что будут такое особое телесное воскресенье в ша-образном виде. Почему все-таки этот вопрос с Оригеном также не мог не вызвать споров? Потому что Ориген, вообще говоря, был человек достаточно ревностный и ученый. Он пользовался очень серьезным авторитетом среди христиан, как его современников, так и последующих христиан. Он был лично осужден именно вследствие того, что его учение было серьезно распространено. Мы, может быть, на это личное осуждение Оригена не должны слишком жестко смотреть, потому что оно было, как мне кажется, совершено отцами и святым Юстинианом для того, чтобы это зловредное учение, которым Ориген увлекся по своему пристрастию к эллинской мудрости, чтобы оно было искоренено. И вот, заканчивая, я процитирую еще преподобного Варсонофия Великого. Так вот, когда один монах спросил его, увлекся я книгами Оригена Дидима и Ваглия учеников его. Они говорят, что души человеческие были созданы не вместе с телами, но прежде них будущее мучение должно иметь конец. Душа моя впала в двоедушие и сетует, сомневаясь, истина ли сие или нет. Вот преподобный Варсонофий отвечает ему, это терния, возросшая на земле, проклятая владыкой Богом. Это совершенная ложь, совершенная тьма, прелесть, решительное отчуждение от Бога. По исходе отсюда никому нельзя уже преуспеть. Брат, здесь делание, там воздаяние, здесь подвиг, там венцы. Брат, если ты хочешь спастись, не вдавайся в это учение, ибо свидетельствуй тебе перед Богом, что ты впадешь в ров дьявольский и в крайную погибель. Отступи от всего и последуй к святым отцам, в том числе, конечно же, к святым отцам Пятого Вселенского Собора. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok